Привет, друзья! Знаете, что я больше всего люблю в путешествиях? Никогда не догадайтесь. Никогда! Я люблю больше всего в путешествиях... Пустые хостелы, когда вообще никого нет. Вот, и вы, наверное, слышали уже мою историю, а я снял видео про то, как я в хостел не мог зайти всю ночь вообще. Моя карточка не работала, но, слава богу, под конец все-таки мне все это решили, все разрешилось. Ну, я по-прежнему в этом хостеле, и вот смотрите, вот я тут. Вот, никого нет, в соседней комнате тоже никого нет, то есть хостел состоит из двух комнат. А в одной комнате тут, соответственно, три кровати, а в другой, по-моему, шесть. Шесть кроватей, они все двухъярусные, видите? Весьма интересное, кстати, такое расположение, все так сделано, весьма удобно. Вот, мне нравится, что ящички есть, розетка, свет там у всех свой индивидуальный. И локеры прямо в комнате, что хорошо. Часто в хостелах оно не в комнате, оно отдельно стоит, нужно на свой ключ закрывать, да? Здесь, соответственно, все нормально, вот все, ящички такие стоят. И мне очень даже нравится, то есть, вот. То есть, неплохо, неплохо. Когда один в хостеле, это просто шикарно, мне кажется. Да, мне нравится. Ну, кстати, еще внизу даже ящички есть, видите, внизу там ящики тоже есть, можно что-то туда положить свое. Ну, рюкзак свой я с трудом запихнул, пришлось повыковыривать часть содержимого. О, даже картина какая-то тут есть. Да, вот так как-то. Короче, мне нравится так, обожаю. То есть, у меня такие случаи вообще на самом деле уже несколько раз были. Один раз у меня такое было, первый раз в Америке. Вообще, первый раз, когда я в хостеле был, это произошло со мной в Америке. И я такой раз, захожу, заплатил вот что-то там, сколько, 20 или 30 долларов. Бабах, а у меня там просто никого нет вообще, просто раздолье. А соседние, соответственно, то есть, это был комплекс отелей, хостел в одном. И у них, значит, в хостеле эти комнаты были просто, ну, соответственно, в хостеле. И несколько кроватей стоял, тоже двухъярусные. Вот, и, соответственно, рядом стоял отель. И там вот были уже комнаты, уже полноценные, да. Ну, соответственно, люди платили по 100, 100 с чем-то долларов за это все. А вот в хостеле я так раз, бах, и один торчал. Несколько, пару дней я так ночевал. Все просто оказалось. В общем, фишка оказалась, что надо ехать вне сезона, а не сезон. Вот, когда там, допустим, холодно или что-нибудь такое. Ну, и ехать надо, выбирать хостел, который находится несколько дальше от центра города, чем другие. То есть, у него этот хостел находится подальше от центра города. И это, я считаю, прикольная фишка. Поэтому позволяет мне вот так вот легко и просто путешествовать без, так сказать, сопровождения из этого двухъярусного. Ну, конечно, а когда здесь есть люди, ну, немножко шумно получается. Вообще хостел, это, конечно, шумная затея. Как-то вот тут даже человек с ребенком приехал, и, соответственно, ну, как бы немного всем мешало, мне кажется. Все, как бы, складывается к чему? Сводится к чему? К вопросу стоимости и, соответственно, что ты за нее получаешь. Ну, как бы, я считаю, в хостеле ты получаешь, что сколько ты платишь. Вот. Если ты хочешь себе приватность, ну, покупай отель себе. Вот. А, ну, что не понравилось мне? Так это вот кондиционер. И, как бы, наверху лежишь там, и он прямо на тебя дует. Поэтому все это время я спал в шапке. Вот. А выключать его выключишь, соответственно, будет тут воздух испорчен. А кто-нибудь, ну, там, не знаю, будет издавать какие-нибудь звуки не ртом, а другим местом. Соответственно, будет немного пахнуть. Поэтому лучше, как бы, ну, не я, не я, не я. Кто-то другой, конечно же. Ну, чтобы лучше проветрилось. Не окно же открывать. В окне шумно там и холодно. Вот. Ну, а так ничего, нормально. Да, цветочки даже у меня есть. Хоба. Не знаю, как называется. А может, это вообще искусственный? А, не, не искусственный. Не, он вроде как настоящий. Вот, удобно. Короче, иногда это круто, когда в хостелах никого нет. И это офигенно. Вот. Все. Пойду я себе еще, наверное, кофе заварю. Ну, потому что я просто по кофе с ума схожу. В 2 часа ночи могу пить. И в 3 часа ночи. И в 5 утра. И в 6 утра. Когда угодно, короче. А хостелы это очень даже неплохо. Не всегда. Но очень часто это круто. Привет, друзья, с Дуная. Тут я нахожусь в Белграде. До сих пор еще в Сербии. Уже больше недели. Вот, наконец, дошел до Дуная. Как бы это, ну, мне нравится это местечко. Такое спокойное. Там вот речка, даже хостелы запаркованы. И все такое. Ну, как запарковано. Просто приделаны к берегу, да. То есть, выглядит забавно все это. Мне нравится это место. Наверное, да. Какой-то тур еще можно взять. Прокатиться по Дуная. Ну, сейчас что-то зима. Мне, наверное, не особо это пользуются спросом. Поэтому все тихо. Все очень тихо. Да, завтра выдвигаюсь в следующий город. Называется Новий Сад. Там я тоже подсниму видосов. Да, тоже, думаю, любопытно будет. Если Белград, это считается как Москва. Такая вот шумная. Ну, честно говоря, шумновато, да. В центре очень шумно. И даже не в центре. Она токается на людей постоянно. Да и я бы не сказал, что я прям в таком диком восторге от Белграда. Ну, город как город. Обычный город Восточной Европы. Ничего такого прям ах я не испытал. Еще есть над чем поработать. Но Новий Сад, говорят, больше как Питер. Похоже на Петербург. И, наверное, там будет даже поприкольнее поспать. Ну, в общем, это так. Пойду перекушу что-нибудь. Уродик смотрится красиво. Ресторанчик. Да и вид на реку это круто, конечно. Очень красиво. Так что заценим. Ну, все. Счастливо. И до новых встреч.